Приложение Что еще почитать? Спасибо, что потратили время на чтение этой книги. Для меня было огромным удовольствием делиться с вами своими знаниями. Если вы думаете, что бы вам еще почитать, позвольте порекомендовать кое-какие ресурсы. Если вам понравились атомные привычки, вам могут понравиться и другие мои работы. Я делаю еженедельную бесплатную рассылку у своих последних статей. Подписчики также первыми узнают о моих новых книгах и проектах. Наконец, в дополнение к собственным работам, каждый год я высылаю список моих любимых книг других авторов на самые различные темы. Подписаться можно здесь, atomichabits.com. Небольшие уроки из четырех законов. В этой книге я представил четырехэтапную модель человеческого поведения «Стимул», «Желание», «Реакция», «Вознаграждение». Эта система обучает тому, как формировать новые привычки и раскрывает некоторые интересные идеи о человеческом поведении. Таблица. Проблемы и решения. Фаза проблемы. Первое. Стимул. Второе. Желание. Фаза решения. Третье. Реакция. Четвертое. Вознаграждение. В этом приложении я привожу несколько выводов и немного здравого смысла, подтвержденных моделью. Цель этих примеров – прояснить, насколько полезна и многообразна эта модель при описании человеческого поведения. Понимая, как она устроена, вы будете видеть ее примеры повсюду. А сознание предшествует желанию. Желание возникает, когда вы придаете значение стимулу. Мозг создает эмоцию или чувство для описания текущей ситуации, то есть желание появляется только после того, как вы заметили возможность. Счастье – это просто отсутствие желания. Когда вы наблюдаете стимул, но не хотите изменить свое состояние, вы довольствуетесь текущей ситуацией. Счастье связано не с достижением удовольствия – это радость или удовлетворение, но с отсутствием желания. Оно наступает, когда у вас нет насущного стремления чувствовать себя иначе. Счастье – это состояние, в которое вы входите, когда больше не хотите что-то менять. Однако счастье – приходящее, поскольку всегда возникает новое желание. Как сказал Каэт Будрис, счастье – это пространство между одним исполненным желанием и следующим формирующимся желанием. Мы гонимся за идеей удовольствия. Мы стремимся к образу удовольствия, которое сгенерировал мозг. Когда мы действуем, то не знаем, каково это будет, когда мы получим этот образ и удовлетворит ли он нас. Чувство удовлетворения приходит потом. Именно это имел в виду австрийский невролог Виктор Франкл, когда сказал, что счастье нельзя достичь, оно должно наступить, мы стремимся к исполнению желания, удовольствие наступает после действий. Умиротворенность наступает, когда вы не превращаете свои наблюдения в проблемы. Первый шаг в любом поведении – это наблюдение. Вы замечаете стимул, какую-то информацию, события. Если вы не хотите действовать в соответствии с наблюдением, то чувствуете умиротворенность. Желание связано со стремлением что-то исправить. Наблюдение без желания – это осознание, что не надо ничего исправлять. Желание не захлёстывает вас. Вы не хотите изменений своего состояния. Разум не генерирует для вас проблему, которую нужно решить. Вы просто наблюдаете и существуете. С достаточно большим «зачем» можно справиться с любым «как». Фридрих Ницше, немецкий философ и поэт, писал «Тот, кто знает, зачем жить, сможет вынести любое «как». В этой известной цитате заключена важная правда о человеческом поведении. Если мотивация и желания достаточно велики, то зачем вы действуете? Вы действуете, даже если это очень сложно. Большие желания ведут к большим действиям, даже если помехи значительные. Быть любопытным лучше, чем быть умным. Мотивация и любопытство значат больше, чем ум, так как ведут к действию. Даже если вы очень умны, это не приведет к каким-либо результатам само по себе, поскольку ум не побуждает к действию. Для них нужно желание, а не интеллект. Как говорил Навал Арвикант, чтобы сделать что-нибудь, сначала нужно взрастить в себе желание. Эмоции движут поведением. Каждое решение в какой-то мере эмоциональное. Какими бы ни были ваши логические причины, вы чувствуете необходимость действовать, когда испытываете эмоции. Люди с повреждениями эмоциональных центров мозга могут назвать много причин, почему им надо действовать, но будут бездействовать, потому что ими не движут эмоции. Вот почему желание идет перед реакцией. Сначала чувство, потом поведение. Мы можем быть рациональными только после того, как испытаем эмоции. Первичный режим мозга – чувствовать. Вторичный режим – думать. Первая реакция – быстрая, бессознательная часть мозга, оптимизирована для чувств и предвосхищения. Вторая реакция – медленная, сознательная часть мозга, часть, которая размышляет. Психологи называют эти части системой 1 – чувство и быстрые суждения, и системой 2 – логический анализ. Сначала появляется чувство – система 1, а затем рациональность – система 2. Все идет прекрасно, когда они работают слаженно, а когда этого не происходит – размышления нелогичны и эмоциональны. Реакция опирается на эмоции. Мысли и действия основываются на том, что мы находим привлекательным, а не логичным. Два человека могут заметить одни и те же факторы и отреагировать на них по-разному, поскольку они пропускают их через свой уникальный эмоциональный фильтр. Вот почему апеллировать к эмоциям всегда эффективнее, чем к рассудку. Если какая-то тема вызывает эмоции, логические факты человеку уже не интересны. Вот почему эмоции – такая угроза принятию мудрых решений. Иначе говоря, большинство людей считает, что рациональная реакция идет им во благо, она удовлетворяет их желания. Взгляд на ситуацию из нейтрального эмоционального состояния позволяет действовать, основываясь на фактах, а не на эмоциях. Страдание движет прогрессом. Источник всех страданий – желание изменить статус-кво. И это источник всего прогресса. Стремление изменить свое состояние заставляет действовать. Желание большего движет людьми, когда они улучшают свою жизнь, придумывают новые технологии и достигают нового уровня жизни. Имея желание, мы не удовлетворены, но готовы действовать. Без желания мы удовлетворены, но не имеем амбиций. Насколько сильно желание видно под действием. Если вы продолжаете утверждать, что нечто для вас всегда стоит в приоритете, но ничего не делаете для этого, тогда вы по-настоящему этого не хотите. Пришло время честного разговора с собой. Ваши действия раскрывают истинную мотивацию. Вознаграждение – обратная сторона потери. Реакция, потери энергии всегда предшествует вознаграждению, поступлению ресурсов. Наслаждение от бега приходит только после долгой пробежки. Вознаграждение приходит только после потраченной энергии. Самоконтроль сложен, потому что он не приносит удовлетворения. Вознаграждение – это результат, исполняющий желание. Это делает самоконтроль неэффективным, поскольку тормозить желание не означает избавиться от них. Когда вы противостоите искушению, вы не удовлетворяете желание, вы попросту игнорируете его, создаете возможность для того, чтобы желание исчезло. При самоконтроле вы отпускаете желание, а не удовлетворяете их. Удовлетворение определяется ожиданиями. Разница между желанием и полученным вознаграждением определяет удовлетворенность после предпринятых действий. Если эта разница положительная, удивление и восхищение, то это поведение повторится в будущем. Если разница отрицательная, разочарование, то, скорее всего, это действие больше не произойдет. Например, если вы ожидали получить 10 долларов, а получили 100, то чувствуете себя отлично. Если ожидали получить 100 долларов, а получили 10, вы разочарованы. Ожидания меняют степень удовлетворенности. Высокие ожидания при среднем результате вызывают разочарование. Низкие ожидания при среднем полученном результате приводят к удовлетворению и радости. Когда вам нравится то, что вы получили, вы этого и хотели, вы удовлетворены. Степень удовлетворения равняется радость от достигнутого минус ожидание. Именно в этом смысл известного афоризма Синеки. «Беден не тот, у кого мало что есть, а тот, кто хочет иметь больше. Если вы желаете всегда больше того, что получили, то постоянно не удовлетворены. Вы больше нацелены на проблему, а не на решение». Счастье относительно. Когда я начал публиковать статьи, у меня ушло три месяца на то, чтобы появилась первая тысяча подписчиков. Когда я преодолел эту планку, то рассказал об этом родителям и своей девушке. И мы отпраздновали мою первую тысячу подписчиков. Я был в восторге и мотивирован продолжать в том же духе. Через несколько лет на меня подписывалось тысяча людей каждый день. Но мне не пришло в голову кому-то об этом рассказать. Для меня это стало обыденностью. Я добивался результатов в девяносто раз быстрее, чем раньше, но не чувствовал удовлетворения. До тех пор, пока через несколько дней не осознал, насколько абсурдно то, что я не праздную результат, который был моей голубой мечтой пару лет назад. Боль от неудачи коррелирует с уровнем ожиданий. Когда желание велико, больно от того, что результат не нравится. Неудача, которую мы потерпели в достижении чего-либо, причиняет больше боли, чем неудача в достижении чего-то, о чем не особенно и думали. Вот почему люди говорят, «Я не хочу себя понапрасну обнадеживать». Мы испытываем чувство до и после действия. До него — это потребность, побуждающая нас к активности, желание. После — это результат, который обучает нас повторению этого поведения в будущем, вознаграждение. Стимул — желание, потребность, реакция, вознаграждение, результат. Чувство влияет на действие, а то, как мы действуем, влияет на то, что мы чувствуем. Нужда инициирует, радость подкрепляет. Нужда и симпатия — движущие силы поведения. У нас нет причин делать что-то нежелательное. Нужда и стремление инициируют поведение. Но если удовольствие оно не принесло, нет причин его повторять. Радость и удовлетворение подкрепляют поведение. Мотивация побуждает действовать. Чувство успеха — повторить. Надежда уменьшается с опытом и замещается принятием. При первом появлении благоприятной возможности есть надежда, что все случится. Ожидание, желание, базируется исключительно на перспективе. Затем они корректируются реальностью. Вы начинаете понимать, как это работает, и надежда сменяется более точным прогнозом и принятием вероятного результата. Поэтому мы всегда в курсе последних модных идей, как быстро разбогатеть или похудеть. Новые планы дают надежду, поскольку у нас нет опыта, который позволил бы скорректировать ожидания. Новые стратегии кажутся более привлекательными, чем старые, поскольку с ними связаны огромные надежды. Аристотель говорил, молодежь легко обмануть, потому что она живет надеждой. У нее нет опыта, с которым можно было бы сопоставить ожидания. В начале, надежда, все, что у вас есть. Как применить эти идеи в бизнесе? За эти годы я выступил во многих компаниях из списка Fortune 500 и растущих стартапах, рассказывая, как применять науку о маленьких привычках для ведения эффективного бизнеса и создания лучших продуктов. Самые практичные советы вошли в бонусную главу. Думаю, вы найдете это дополнение к основным идеям атомных привычек, невероятно полезным. Скачать главу можно здесь, atomichabits.com. Как применять эти идеи в воспитании детей? Один из самых распространенных вопросов читателей, как заставить детей делать то-то и то-то. Идеи, изложенные в атомных привычках, применимы к широкому спектру человеческого поведения. Подростки тоже люди. А это значит, что вы найдете много полезных стратегий в основном тексте. Однако родители сталкиваются и со специфическими трудностями. В качестве бонусной главы я предлагаю краткое руководство о том, как применить эти идеи в воспитании детей. Скачать главу можно здесь, atomichabits.com. слэш-перентинг.